Здравствуйте дорогие друзья, доброго времени суток всем, и начинаем мы наш небольшой вечерний фасткап, с вами по-прежнему Маус. Команда NoNameLeggings встречается с командой PleaseNext. В пике на ваших экранах NoName забирают себе Bane и Tusk. Неплохой лайнап такой, да, понимаем, что есть великолепный ганг потенциал, да, в виде сноубола со слипом, там можно импровизировать довольно много по поводу этого. Да, Саленсер Сларк, это такая заявочка на неплохую драку, неплохой лейт. Ребята из PleaseNext забанили Андайинга. Сами себе по сути его забанили, потому что они могли его взять. Андайинга можно было брать, потому что под Сларк он очень круто смотрится. Под Сларк Андайинг это сам Бог велел. Ты ставишь Тамбу, Тамба всех замедляет, там Сларк начинает натыкивать, особенно если он со Скади вообще круто, он тыкает тыкать, потом он начинает тыкать уже как пулемет. Да, с каждым ударом он становится все быстрее, тычки все сильнее, Сларк все наглее. Ну да ладно, Андайинга забанили, потому мы на него уже особо так концентрироваться не будем. Бан Энигма. Энигма такое себе, против Саленсера. Банить Энигму, по-моему, не лучшая идея. Бан Бэйс Профит. Ну, это бефолтный мидер сейчас очень популярный, ну, один из популярнейших мидеров, да. Три, наверное, самых популярных мидера это ОД, Инвокер и Краба. Бан Свена очень круто заходит также под Таской, под Бэйна. Вот, то есть, тут не особо. Зевс для Плизнэкста неплохо. Зевс, это куча урона, причем, энная куча урона, вот такого вот, в любую точку карты, по всем. Да, это ладно бы по одному там, типа, как Санстрайк залетает, нет, здесь урон будет по всем. Сларк будет неплохо себя чувствовать. Ноунеймы забирают себе Темпларку. Ошибка, по-моему, от ноунеймов, потому что, ну, брать Темпларку против Зевса, это, ну, это как минимум уже не, не есть хорошо. Потому что, на крайний, на самый крайний случай, он, Зевс, ну, помимо того, что у него трусает постоянно, он там ультимейтом может ее добить, он просто верхнюю даст и просветит ее. Это вот самый такой, наичистейший случай, что будет происходить с Темпларкой. Она, типа, такая крутая, сядет в мелд на сейве, и ее сейв не сработает. Просто по глупости, ну, я не знаю, по-моему, это вот, ну, совсем не то. Ей в миде-то, в принципе, не особо удобно стоять. А вот тут, андайнга не взяли, зато взяли Феникса. Примерно то же самое творит Феникс, только вместо Тамбы здесь яйцо. К сожалению, что, если убить Тамбу, ты получишь просто 150 голод. Если убить яйцо, ты убьешь Феникс. Но задумка неплохая. Задумка в этом есть, и... Посмотрим, что придумают. Придумают. Как реализуют вообще эту идею и все. Забирают себе ноунейм и Дарксира. А подо что его забирают? Под Сноубол Такса? По-моему, тут... Не особо клеится все это дело. Посмотрим, посмотрим по итогу, что возьмут пятым пиком. Потому что, я так понимаю, что... Таск это... Хардлейн, да... Даркс... Ну нет, Таск это суппорт. Дарксир это хардлейн. Темпларка в миде Бэйн суппорт. Не хватает еще одного керрия. Да, последним пиком будут забирать керри героя. Банит против Нью-Джигернаута. Ну, возможно, зашел бы, да, с БФ, конечно, там мог бы попрыгать и так далее. Но БФ еще нафармить надо. Да, что у нас с пятым баном будут убирать? Ноунеймы. Но тут... Кто? Сайленсер, я так понимаю, суппорт. Феникс, я думаю, тоже суппорт. Остается хардлейн. Резерв тайм. Минута еще бонус тайма, а у ребят... Времени еще прилично, еще успею. Да, ну вот даже не знаю я, что можно сказать по поводу пиков. Пока пик вот от Близнекс мне нравится побольше. Нексты как-то... Пик у них более такой на драку рассчитанный. Потому что, да, мы понимаем, конечно, Бейн это круто. Фокус контрол в одного персонажа. Даже если представим, что Сларка все-таки удастся зафокусить, будет Глобал. Глобал собьет ультимейт, и Сларк уйдет в Шадоу Дэнс. Банят Леона, забирают тут же Вич-Доктора. Причем не раздумывая. Вот в чем особенность пика некстов. Они не думают. У них уже все готово, все намечено. Против них долго-долго банили Леона, но по итогу они просто пикают этого самого Вич-Доктора, который дает и подхил, у которого прекрасный ультимейт в виде варда, у которого есть хороший контрол в виде кассочек, у которого еще и урон неплохой. Да, там, Элидикт после варда наносит такое количество урона. Некоторые керри-герои завидуют тем цифрам, которые пролетают. Пятый герой для No Name. Это должен быть их керри, их кор-герой. А это геролед. Вот теперь я понимаю, к чему был Дарксир. И теперь я понимаю, что затейка-то в принципе у них есть, и она довольно неплохая. Но как бы им все не поломали. И затею, и лицо. Да, друзья, ну а пока у нас ребята рассаживаются. Посещайте нашу группу, у нас там небольшой розыгрыш, будем рады вам. Все условия розыгрыша прочитайте там. Думаю, не стоит сейчас потом особо распаляться. Ждем и ждем, когда ребята рассядутся на героев. 10 секунд, и мы зайдем в игру. Ну, стандартный дефолтный дисконект, это ничего страшного. Еще один ноут, это уже удивительно. Да, пробежимся мы быстренько по героям. Жестко играет на Фениксе, Мейн 8К. Кто ему остался? Сларк? Да, Сларк ему остается. Джузи играет на Зевси, Дитера на Сайленсере и Маскаль на Вичдокторе. Эта команда здесь, она с тегом с Энджин Яша, но на ладере они у нас в близнец. Нойнейм Леггинс. Скрипт выбирает героя, кто ему там остается. Это я уже забыл. Темпларочка, да, это темпларочка для скрипта. Трейш играет на Дарксире, но на Неймвин играет на Геррокоптере. Кто, кто вот это вот, как его прочитать? Кинг Куа играет на Бэйне и Джестер на Таске. Это у нас команда Нойм Леггинс. Блин, такие длинные у них теги, такие длинные нигги, что по итогу они просто не помещаются. Еще плюс вот эти вот кнопки добавили, бан чата, да, и бан войса. Раньше-то как был мут просто, и ты вообще не слышишь, не видишь противника, ну, союзника своего, либо же противника. Тогда, как сейчас, добавили мут чата и мут отдельно войса. А мы вот видим, что есть, ну, который еще нифига не тыкается, правда, мут чата. Надо тыкать прям вот строго вот вниз. Да, у меня, например, вообще вчера веселая ситуация была. Вроде как, ребята, тут готовы. После подключения, да, все вроде как игроки зашли, я, естественно, на слайде комментатора. Заходим, ребята пикают, меня дисконнектят. Вот, и я смотрю в главном меню, я вижу все иконки, все, у меня все меню есть, а курсора нет. Мне приходится альтабаться, примерно в это место экрана, наводить курсор. И главные кнопки-то подсвечиваются, да, то есть, когда наводишь на кнопку, она подсвечивается под курсором. И, то есть, кнопки подсвечиваются, то есть, курсор там есть, он просто не отображается. Вот, что удивительно, как только заходишь в игру, он есть. Да, курсор появляется, но вот стоит в главном меню застрять, так курсора нет. Никакой активности от обеих команд абсолютно нет, но нет, здесь смока будут. Таск идет первый, у него сноубол. Сноубол будет жесткий, он будет в пятером, наверное, но в четвером точно должен быть. Они должны в четвером точно залетать. Выходит в лес, должны расставить варды и попытаться кого-нибудь найти. Причем они найдут. Они найдут Феникса, у которого, по-моему... У него пока ничего, и Карл Сдаев не вкачан. Выход на Феникса, палево, есть сноубол втроем. Ой-ой-ой, Феникс, а успеет ли что-нибудь сделать? Нет, не успевает. Все раз блат от гирокоптера. Неплохо, неплохо, но, по-моему, тут очень мало. 130 голдов, опять же, мы видим, гирокоптер получил 19... Убив Феникса, он получил меньше всех голды в тиме. Меньше всех, кто участвовал в этом киле. Я, конечно, немного в такой прострации. Это, конечно, весело все, но, блин... Ну, серьезно. Гирокоптер убивает и получает 19 голд за этот килл. Что у нас по итогу? Расстановка лайнов тут интересная. Вместо хардлейна Феникс отправляется соло-изи-лейн, тогда как в хардлейн отправляется трипла с Ларк, Вич-Доктор, Сайленсер. Будут гонять они вражеского гирокоптера, не давать ему фармить. Сларк тут должен спокойно себя чувствовать. Таск и Бейн, ну, не особо они там как-то вот против этой триплы себя чувствуют. Да, ну, там есть, конечно, неплохой урон, но... Тут есть и касочки. Ну, будет впоследствии хил, будет маледик. Тут как бы с упортом будет неплохо. Суппорты себя здесь должны чувствовать хорошо. В миде у нас противостояние темпларки против Зевса. И мы видим, что темпларочка пока в ноль стоит. В ноль это значит, что у нее ноль крипов пока. Вот сейчас, наверное, первых крипов будет добивать. И того не получается. И тех вышка забирает. Ну, с Ларкой зато здесь более-менее все хорошо. Он спокойненько стоит, крипов добивает. Ему никто особо не мешает. Фениксу тут вообще просто прекрасно. Для хардлейна Феникс сейчас себя вообще в такой малине чувствует. Он сейчас получит свой быстрый левел, да, какой-то... Шестой, допустим, получит. Пойдет гангать. Причем он неплохо... Сколько урона сейчас получает Феникс просто за несколько тычек от этого вешенного Дарксира. Что происходит? Дарксир сейчас убьет. Нет, на Экарждаве улетает. По сути-то он мог уже убивать его даже. Зевс тут от темпларочки пострадал, но темпларочка больше получила, нежели Зевс. Феникс. Третий левел. Вторые спириты. Блин, а что? Сейчас ты шрифтом теперь. Вот. Айоншелл Сурдж написано великолепно. Файр Спирит. Что это? Шрифты? Господи, что? Эти обновления, это просто вот великолепие во всем вообще, что только можно было придумать. Нет, здесь-то вроде шрифты нормальные. Но почему так-то, блин? По-моему, нормально. Вот здесь длинная надпись и Сенс Шрифт, но она нормальным шрифтом, стандартным. Во львы, радуете не по-детски. По-моему, кто-то в документе забыл поменять шрифт. Тут все скиллы абсолютно... Нет, Суперново нормально написано. Суперново написано нормально, а остальные скиллы маленьким шрифтом. Красота. Ну, пока мы видим, Зевс неплохо похарасил Темпларочку. Темпларочка до сих пор... Нет, пять крипов у нее. Она очень плохо себя чувствует. Зевс ее в два раза пока обходит. Ой-ой-ой-ой-ой! Зевс просто изничтожил ее. Одна верхняя, Темпларка отъезжает, отправляется в таверну. Очень вовремя слетел рефракшн с нее. Рефракшн просто закончился, и Зевс ударил именно в тот момент, когда Темпларка второй рефракшн заюзать не успела. Там не хватило буквально секунды. Дитяра здесь также будут погибать. Его здесь уже Джастер ждет. А вот сейчас фил для Натаски, для Сларка. Сларк здесь... Вот Сларк сейчас будет бегать. Вот же Гирокоптер, ну иди убей его. Ты же можешь. А нет, ну здесь Липа нет, здесь только Брейнсап. Ну Брейнсап сколько урона нанесет? 160. Много. Да, 160 это много. Причем 160 чистого. Это ты теряешь ровно-ровно 160, и не меньше. Гирокоптер живет. Он хилится, там гусики есть у него. Пока туго у обеих команд с каким-то движением, да, 2-2 счет. Умирал Сайленсер, да, мы видим. Думаю, Вишдоктор, наверное, тоже нет. Вишдоктор ни разу не умер. Умерал Феникс, единственное. И на карте затишье. Пока все тихо, спокойно. Команды пытаются обе фармить, перефармить друг друга. И за счет этого вытащить, возможно, какой-то ближайший тимфайт. Нужны лвла и суппортом, и игрокоптеру. Неплохо, неплохо ворвались на Бэйн, а Бэйн будет погибать. Сил для Сайленсера. Компалочка в батле Реген, но здесь Зевс неплохой асист получил для него. Он в дискорд и сразу выходит. Никаких тапков, арканов, там что-то подобное. Он сразу вейл в дискорд. Понимает, что нужно быть как можно более полезным в драках. Сларк под вышку заходит. Получил он. За это дело. Ну и пока тишина. Вновь высарается тишина. Сларк себе что везет? Аквила готовая. Отлично. Может быть инициация от Таска, но вряд ли. Пока слишком маленький лвлай, нет толком скиллов, которые можно было бы в драке быстро забрать. Гирокоптер, второй флэг, второй бараш, но это не то, что забирает прям быстро-быстро. Сларк либо привяжет, либо просто уйдет на Паунса. Маскаля подцепили. А что делать дальше? Вот он был Слип. А вот мы видели сейчас всю плачевность ситуации у НУНОЙ. Был неплохой Слип. Вот что вообще творит этот Сларк? Он просто заходит, весь бараш впитал, он сейчас погибнет же! Погибает Сларк от Буйна. Зевс здесь изничтожит дальше остальных всех. Просто сейчас уничтожит на Хосте. Да, даблкилл Зевс, разменяли на Сларка. Сларк просто зашел и начал впитывать. Почем зря, он мог отойти, он мог спокойно дать Паунс, и там было понятно, что будут бражи. Он мог отойти и бражи за и выйдет, потому что были рядом крипы. То есть он мог бы как-то там в крипах 2-3 шага сделать, Гирокоптер бы однозначно умер. Это 100%. Уж слишком очевидно выходил Зевс, Гирокоптер 100% там помирал. Тут и как бы как ни крути, Сларк вновь прыгает туда же. Здесь Бэйн съедает. Что он съел? Я понять даже не успел. Но вот здесь Мейнкай сейчас будет погибать. Вновь погибает Сларк от Гирокоптера. Плохо. Плохо. Сларк умирает 2 раза подряд, не получив при этом ничего абсолютно. Он даже опыта не получает за это. Да, мы видим, что по нулям все. То есть он в первой драке умер, так и не успев получить опыт. Зевс, Дискорд. Седьмая минута. Что творится? Темпларка, Смолдад, Тычка. Ну и вот мы видим, у него урона-то толком нету. Зевс сейчас с Дискортом изничтожит ее просто в секунды. Дискорты есть. Нужно отойти на базу, зарегенить ману, зарегенить хп, и вот тогда уже выходить. Сларк возвращается. Здесь, ребята, уже вчетвером. Нова есть. Есть супернова. И вот это уже круто. Сейчас будет хорошо. Ой-ой-ой-ой. Подстрял, подстрял на нейм. И нову, и нову сразу же сюда. И нову. Отлично. Ново великолепное мейн. Это минус 2 уже. Ново отличное. Хороший выход от Феникса. Сларк выживает, наконец-то, получает долгожданный опыт. Здесь же... Джестер до сих пор бегает, пытается что-то сделать. Есть сноубол. Сноубол в Вич Доктора. И дальше идти. И давить. И давить. Дитяра, Келлинг Спри. Темпларка здесь же. Дитяра погибает от Молда. Сларк неплохо запрыгнул. Нужно отходить. Нужно уходить оттуда. Зевс дал дискорды. Но это сейчас без толку. Сейчас это без толку. Драка уже вами выиграна. Только... Доделайте дело свое до конца. Выиграли драку. Так не забыкуйте. Не проиграйте сейчас все. Что вы делали. По итогу мы видим... Один в один размен нам показывает Шоу Файтер Кап. Но, на самом деле, не так. На самом деле, там, конечно же, было 3 в 1, по-моему. Если не ошибаюсь, 3 в 1. Либо же 3 в 0 вовсе. Феникс почти готовая Мека. Десятая минута. У Феникса сейчас будет Мека. Это вот... Очень, очень круто. Пока все очень круто складывается у ребят из Blaze Next. Потому что сейчас появится Мека у Феникса. Фениксу будет намного проще. Он будет залетать, давать свою новую, возвращаться и хилить своих союзников. Он сможет хилить до новой с Меккой и с Санреем. И после новой сможет также захилить Санреем своих союзников. При всем при этом будет Сларк, будет Вичдоктор, будет кому засейвить этот самый... Мини-взрывчик, да, от Суперновая. Чтобы яичко не расколажь матери. Потому что Феофановое яйцо какое-то получается, если не сейвить. Это просто бесполезная вещь вообще. Сносит его за несколько секунд при желании. Буквально двух секунд достаточно. Здесь инициация Вичдоктор погибает. Джейзи ловит Туль. Успевает раскастовать все, что ему нужно. Сларк сюда заходит. Ой-ой-ой-ой-ой. Сларк поздно зашел. Поздно зашел Сларк. Уходи. Уйди. Просто уйди сейчас. Потому что здесь четыре персонажа, которых ты не убиваешь. В соло ты их никоим образом не разнесешь. Детяра этого мало. Летит сюда Вичдоктор. Вичдоктора очень быстро убили. Он ничего не успел сделать. И Зевс при этом подставился. По итогу размен 0 в 2. Феникс за Темпларку. Где это произошло? О-о-о. Нашел, нашел. Зевс успел раздать верхнюю, Дискорд и Ульф. Что неплохо. Что довольно неплохо. Он выдал хотя бы... Пускай не всю тонну дэмэджа, которую он может вывалить. Ну, килограммчиков так 500 он выдал. Бэйн. Просто телепорт на нижнюю линию. Понимает, что здесь ему уже оставаться опасно. Да, друзья. Все ваши сообщения в чате, в твиче я, естественно, читаю. Поэтому пишите, спрашивайте, задавайте вопросы. С удовольствием вам отвечу. Будет интересно с вами пообщаться. Маскаль тонкует вышку. Блин, ну все-таки вот... Чем-то эта обнова, конечно, хороша, но многим она не нравится. И мне в том числе. Но вот лишнее вот это, вот это вот лишнее. Это надо понимать интуитивно. Это нужно для того, чтобы понять радиус вышки, радиус атаки вышки. Но нужно было раньше поиграть, ну, раз хотя бы 50 посидеть и тупо попялить. Вот где она бьет. Это ты должен был просто сначала прощупать это, где она бьет, а потом еще и в игре раз в 20-30 где-то опробовать, а ударит ли она там или там. А сейчас ты просто нажимаешь и вот так вот бегаешь по краю. И сейчас ты ничего не надо делать. Упрощает все до ужаса. Не хотелось бы, не хотелось бы получить по итогу какой-то, правда, действительно, вот как где, по-моему, в What the Fuck Moments видел. Да, во что превращает доту? В League of Dota, блин. Лига Фэнсиенс. Смока заюзали, ребята из ноунейм, неплохо. Курьер. Курьер здесь. Можно неплохо выйти сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. Если сейчас дать хороший ультимейт от Геррокоптера и хорошую стяжечку от Дарксира, можно такого сейчас наворотить. У Дарксира ульта нет. О, господи, Таск выходит моментально сюда же Слип. Здесь Зевс начинает раскастовывать. Хороший ультимейт есть. Глобал сразу же здесь яйцо. Сларк начинает по всем наваливать. Что творит этот Сларк? Что яйцо вытворяет? По итогу, минус 2 в 1. Потеряли только одного Зевса. Яйцо. Минус 3. Минус 4. По итогу, одно яйцо минус 3 делает. Этот яйценосец, да у него просто стальные они. Это было железобетонное стальное яйцо, которое упало сейчас на голову всей команде Ноунейм. Он Фениксов раскидал и залил яйцо туда. И столько урона внес, что мама не горюй. По графикам мы видим, было преимущество у ребят из Ноунейм. Они его сейчас абсолютно растеряли. По экспириенсу уже проигрывают. Вышку сейчас будут терять. Сто процентно должны терять. Добейте вышку, ну вышку. Ой, 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 ой. Геррокоптер добивает вышку. Здесь Москалю сбили ульт. Геррокоптер ультует. По двоим Москалю будет погибать от ультимейта. Да его просто запинали. Зевс ультует. Сверевствующий гельцо. Мейн. Мейн 8к погибает. Геррокоптер даблкил. Ну тут его... Сейчас всех разобьют. Сейчас Силенсер просто всех с руки допинает. Даблкил. Силенсер минус 3 в 3. Слишком жестко. Бейн не успевает отхилиться. 4 в 3. Даблкил дядяра. Великолепная драка. 1169. Ну, 1200 голод, грубо говоря, для ребят из Плизнеxt. Зевс сейчас Арканы себе купит. У него есть Дискорд. У него все офигительно просто. Практически у всей команды Плизнеxt все офигительно. Они спокойно дерутся и пускай не теряют кого-то, но они уничтожают противника. Да, они потеряли Феникса. Круто. Ну вот Сларк умирает. Сларк пока очень тоненький. У него очень часто в кулдауне Шадоу Дэнс, когда он нужен. То есть нужно как-то поаккуратнее использовать способности Сларку. Думаю, стоило бы ему предостеречься лишний раз. Воздержаться от того, чтобы Шадоу Дэнс прожать. Сларком Барабана. Он сейчас еще потихонечку даггер себе какой-нибудь купит, чтобы инициировать попроще и вообще отлично будет. Вичдоктор, взбили палку. Вот это вот было печально, потому что... Причем там было видно. Там было видно, что на него начинает вкатываться. Я даже краем уха слышал этот сноубол. Да, при всем том, что у меня звук, как бы, по-моему, процентах так на десяти... Сноубол я слышал. Значит, Вичдоктор должен был слышать этот сноубол. Вообще там, даже стоя на другом конце комнаты. Вот, поэтому то, как он начал кастовать палку, немножко настораживает. Да, не спорю, его после быстро убили, но... Палку можно было вкастовать немножко иначе, да? Его можно было подсейвить и палку раздать полностью. Да и в принципе он мог не умирать, если бы... Ребята сыграли немножко своего вид. Не дрались прям так вот под... Ультимейтом Герокоптера, да? Да, Гиролёд очень много донёс. Грейвзы. Вы чё, серьёзно? 16-ая минута у Феникса Грейвзы. Вообще, Феникс тащит всё, что только можно. Зевс разультирился хорошенько. Здесь дискорды. Ну, Феникс, прожми, прожми немножко. Яйцо неплохо, очень хорошо. Яйцо, трэш будет погибать. Детерак, Элингспри. Здесь Феникс упал. Ноунейм, он подстанил Бэйна. Бэйн тут 100% погибает. Я думаю, щас хилл Сларко дадут. Нет, Зевс добивает. Зевс не отпускает. Не прощай. Здесь говорит моё. Сларко, наверное, обидно. Жёсткий твой друг, если что. Ну, передаём привет жёсткому. Блин, действительно, вот этот жёсткий, он прям, прям жёсткий-жёсткий. Прям тащит. Здесь же темпларочка. Ёстларк начинает прохораживать. Феникс тут летит. Ну, сбейте телепорт и чем-нибудь убивает. Феникс темпларочку добил сейчас спиритом. Спириты дожгли. Тепларк успел одизольку себе купить. А, по-моему, она, по-моему, на фонтане уже умерла. На фонтане же умерла? Да, она погибла на фонтане. Обида. Я представляю, насколько сейчас там вот просто... Во всем мире не хватит ромашкового чая, чтобы сгладить это. Чтобы туалить ярость в груди темпларки. Потому что это слишком. Вот здесь неплохие стаки для гирокоптера сделаны. Ну, неплохо, неплохо. Гирокоптеру самое главное, чтобы на него работают. На него стакают, да, ему оставляют приятности, вкусности вот такие вот. Самое главное, тут не потерять их. Он, по-моему, сам себе еще стакает, да? Да, он с доминатором себе еще и сам подстакивает. Круто. Хорошо. Вот это хорошо. Гирокоптер не тупит, да. Суппорт не успевает. Окей, я возьму доминатором себе крепость, а я сам все сделаю стаки. Ну, а сейчас еще один делает. Делает? Нет, не делает. Не получилось. Знаете, что, слишком много. Здесь надо уже зафармливать. Т2 горит. Горит Т2, и надо дефать. Однозначно, потому что отдавать сейчас ранние вышки, это давать еще большее преимущество сопернику. Мы видим, что по преимуществу тут уже около 5000 за ребятами из Близнец и около 5 XP. Преимущество для 20 минуты не огромнейшее, да, там, не овер 5 миллионов, но оно есть. Да, стягивается. Ну, забрали Т2 вышку, стягиваются на мидлейн. Кулдауны все у них есть, да, у Близнец, они не спешат у Зивса Даггер. Ну, Зивса Даггер, и сейчас потихонечку он еще может себе арканы докупить. Ну, купи арканы хоть. Сделал я себе ману. Ну, вот в миде вышка сейчас будет саживаться. Довольно быстро должна вышка падать. Неплохой ультимейт, но тут сразу же все расходятся. Зевс хорошо разультился, здесь в Таск, в него инициация, Сайленс моментальный. Феникс яйцом никого не достанет, Сларк изничтожает Бэйна. Дальше почти под вышку туда, под Т3, заходят, ну, не столь страшно это. Т2 будет падать, и вот это уже звоночек. Звоночек, когда вы под Т2, под своей, убегаете под Т3 от противника. Под своей Т2 вы убегаете, вы сейвитесь. Это печально. Это не есть хорошо, совсем нехорошо. Ну, он закупается тут, видимо, суппорты, да. Вишдог, наверное, потихонечку выходит в свой аганим. Да, действительно, очень серьезно разваливают кабинеты. Да, мы вот этот чатик я читаю. Ребята пишут дело. 23-12 счет по графикам, около 7,5 голды и около 4 тысяч экспириенсов. Что немало. Что немаловажно, это прилично так. Жесткий, 2700. Шиба сейчас будет потихонечку покупаться. В спину выходят под смоком. Здесь в лед будет сразу же жесткого. Жесткий сейчас должен моментально погибать. Успеет он дать нову. Успевает дать нову. Зев, стуль. Куча всякого урона. Прилетает нова, еще живая. Нет, нова. Нову все-таки уничтожили, но потеряли пятерых. Трипл-килл Сларк. Что сейчас произошло? Абсолютно никто не успел убить Феникса. Феникс дал нову. Под эту нову зашло все. Дискорды. Палка. Зев, Сларк там трипл-килл сделал. Силенсер долбил всех. Проиграли драку сейчас под Т2. И вот вам результат проигранной под Т2 драки. Это снесенная Т3. Причем снесенная должна быть однозначно. Здесь, конечно, хорошеные ребята. Да, мы понимаем, что сейчас опасно здесь оставаться. Там уже Девсу, там уже Вичдоктору. Но вышка-то почти упала. Мне интересно, кто тут Матвей. Потому что от мастачки в колледже ему как написали ГГ. Беда, ребята, не забрасывайте учебу. Учитесь, учитесь, еще раз учитесь. Да, потому что посмотрите на всех профессиональных игроков в нынешнее время. Среди них очень мало школьников. Среди них все уже образованные ребята, которые имеют профессию. Которые, причем, опыт в этой профессии имеют. Да, и все-таки они, да, мы понимаем, что они выбрали путь профессиональных игроков. Но альтернатива у них есть. Потому ни в коем случае нельзя себя забрасывать. Крутая драка. Сларк выходит на... Таск-таск. Вот, ловит... Бомбелу. Бомбелы пол лица ему крошат. Сларк стоит офигевает, но ничего. Все спокойненько для Сларка пока. Ребята заходят на Рошана, здесь Крипсю палит. Крипан палит все движло. Урса тащит. Просто. Темпларка с даггером. Вот, мы видим, да, Темпларк, 24 минуты, даггер дизоль. Но по таймингу, в принципе, это неплохо. Но насколько все печальненько, да? Вот посмотрим на Творса сейчас. Мы видим, что сларк 11к на Творса. То есть у него сейчас Скади скоро появится. Ну, при желании. Вот сейчас он сашуешу. Собирает здесь гирокоптер, выходит. Ой-ой-ой-ой-ой. Стерли в секунду. И нова сразу же. Джестер будет погибать. Киллинг спри. Здесь и Бэйн погибает. Это минус 3. И сюда же зашел зачем-то только что Дарксиф. Минус 4. 32-13 становится счет. По графику мы видим преимущество больше 10 тысяч для 24-25 минуты. Это немало. И вновь проигранная под Т2 драка. Вот мы только что ее наблюдали, когда здесь вышка чуть не упала. Теперь нужно дефать минус. А дефать некому, потому что все в таверне. Все сейчас просто в таверне и дефать абсолютно некому. Падает раз вышка. Будут падать и бараки. И могут дальше драться. Но здесь правда нет. Стоит, я думаю, отойти, потому что по 40 секунд до кулдауна. Вот самый долгий кулдаун сейчас у Феникса. Вот Фениксу просто стоит ребятам отойти, подождать кулдаун новый. За и выделили инициацию. Здесь все, все сейчас минус таск. Куча урона. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько урона сейчас гирокоптера залетело. Но все живые! Все выживают абсолютно и вновь минус 4. При условии того, что была великолепная инициация. Был великолепный влет вообще. Был хороший... Спейс от Дарксира, да, он дал вакуум. Вакуум стянул от четверых. Был великолепный ультимейт от гирокоптера по всем практически. Куча урона под флэком. Все залетели туда, все что-то попытались кастовать, но поеду-ку никого не убили. Потеряли еще кучу голды. Около 15 тысяч уже отставания. Здесь катапульта стоит. Вот гирыч, красавчик, рулит. Рулит сначала волосы, потом катапультой. Маскаль Матвей. Ага, вот кто. Маскаль, удачи тебе на учебе, дружи. Прям... Давайте, друзья, все прям скинемся, полайкаем мы. Все, кто поддерживает Матвея, лайкайте анонс вот этого стрима у нас в группе. У нас акция в поддержку Матвея. Поддержим отечественного производителя и Матвея в учебе. Ну, здесь у нас, ребята, кулдауны все переждали. Отхилиться они даже и не думают. Ну, здесь Сайлендсер идет на 900 хп. У Грэйзы прожимают Грэйзы и Шива. У Феникса на 27-й минуте. У Хардлейн Феникса, ну, который, правда, в Уизе стоял. Все равно это Хардлейн считает, но Хардлейнер. Вот Матвейн 8к спокойненько бомбочкой выйдет. Ну что, нужно заходить. Есть все. Есть Глобал, есть новая, есть ульт Зивса, да. Здесь Сларк, он прям под башней подходит. Он вообще ничего не боится. Сюда заходит Феникс, Герокоптер, яйцо. Яйцо будет, будет сейчас яйцо. Яйцо прожать успевает. Сколько урона вносит яйцо? Вы посмотрите, что творится. Все живые здесь. Сларк здесь бегает, минус 3, байбэк моментально от Темпларки. Темпларк заходит сюда. Детяра получают урон, получают стычку, ну, даблкил. Детяра здесь же трэши, трэши. Как он хорошо сейчас всех стянул. Но все живые. Ничто не убивает команду. Please, next. Ничто абсолютно. Они все живые, они все хилятся, все регены. Там такая куча регены дикая. Ничто их не убивает. 41-13. Ребята из NoName не убивали уже очень давно никого. И богоподобный Зевс. Ну, по-моему, здесь все очевидно, друзья. Башер на Сларке. Аганим на Зевсе. Такую игру выиграть слишком сложно. Здесь уже около 30 тысяч преимущества должно быть. 25 там точно есть. Мы видим, что график ползает дальше вверх. Тут никаких сомнений не может быть в том, насколько хорошо играют ребята из Please Next. Они же здесь с Engine Yasha. Зевс. Эзерлинз. Ну, по-моему, поздненькая Эзерлинз, конечно, немножко. Но ничего страшного. Заркан себе еще разберет. Собирает линзу. Ну, дарканы ему незачем. Он и так справляется неплохо. Вот тут, по-моему... Да, просек эту катапульту и увидел ее. Ну что, но... Оценим по достоинству то, как держится ноунейм. Они не сдаются до последнего, до конца, до победного. Да, здесь гирокоптер мы видели с БКБ, живет намного дольше, но ему все равно не хватает. Ему все равно не хватает урона. Не знаю... Что, Матвей? Удачи тебе, Матвей, желают все. В учебе. Там, про твою мастачку написали. Матвей, привет от Солмана. Этого Лана. Ну, ловите... Приветы. Смока. Попытка выхода. Да здесь сейчас они втроем всех развали. Здесь глобал. Самое главное, прожать глобал. Вовремя успевает прожать глобал. Сайленс. Отлично здесь. Яйцо. Далеко яйцо. Далеко. Но тут... Сайленсер всех выносит. Сларк здесь пулловый. Сларк всех сейчас донесет. Погиб один Сайленсер, за которого получили кучу голды. Ну, тут Сларк сейчас всегда несет. Башер Сларк срабатывает. Good game will play. Поздравляем мы ребят из PleaseNext, они же с Энджин Яш. С победой. Мы будем с ними работать дальше в следующем раунде. А вот с ребятами из NoName мы, к сожалению, прощаемся. Показали очень себя достойно. Держались до последнего. Но, к сожалению, проиграли. Дорогие друзья, никуда не переключайтесь. Пока можете во время прерыва зайти в нашу группу и почитать стеночку. А на этом мы пока прерываемся ненадолго. Буквально несколько минут и будем возвращаться. Никуда не переключайтесь.